Первая кулинарная социальная сеть для быстрого и легкого поиска рецептов из продукции, которая есть у вас дома. Подписывайтесь на рецепты ваших друзей, фудблогеров и профессиональных поваров. Пользуйтесь удобными фильтрами, комментируйте и добавляйте в избранное понравившееся блюдо и обязательно делитесь собственными кулинарными шедеврами со всем миром в новом мобильном приложении Mary Kitchen. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, на часах, 3 часа ночи, темнота на улице. Я, короче, вчера пытался уснуть в 9 вечера, чтобы хотя бы выспаться, ну, 6 часов хотя бы поспать. Уснул в итоге в 12, тупо лег в 9 и лежал 3 часа. Вот, короче, едем в Питер. Блин, утром, короче, мозг что-то не работает. Короче, короче, ладно, погнали. Блин, уже полпятого, до сих пор на границу не вызывают, должна прийти смс-ка, по идее, но ее нет, блин. У нас просто такая система, что, допустим, с 3 до 4 ночи должна прийти смс-ка, в отстойник. Ты приезжаешь в отстойник, там даешь паспорт, тебе дают номерок, типа, и ты едешь на границу. И вот там уже в очереди стоишь, ждешь, пока, короче, тебя пропустят. Вот такие вот дела. Это Эстония, Россия, граница. В отстойнике я стоял 2 долбаных часа. И вот сейчас еду на границу, и походу на границе еще 2-3 часа стоять. Это просто писец какой-то. Уже утро, смотрите, светло. Ну что, приколюху хотите? Уже 9-й час, а я до сих пор стою. Это просто писец, я в шоке. Последний рубеж остался, уже 10-й час, блин, это капец. Спустя херову кучу времени, других слов просто нет, я приехал на заправку в Россию, и сейчас рванем уже в Питер. Такая плюха висит, страшно подъезжать даже, е-мое. Наконец-то я приехал, братва. Блин, дорога была сложная, тяжкая. Ехал долго, на границе стоял долго. Яблочки упали. Вот так вот. Все, ладно, пошли на место вортекса. Где-то за городом, получается, съемки проходят. Вот такие вот ангары. Сказали идти туда, куда-то в конец. Сейчас посмотрим, что там. Ох, какое здание это, е-мое. Интересно, где они, таких красивых девчонок, все время берут, блин, непонятно. На каждом вортексе просто офигенные девушки. Так как тут запрещено снимать саму зарубу, могу сказать, что на видео это выглядит гораздо эффектней. То есть в жизни не так эффектно, на видео гораздо лучше, поэтому вы ничего не теряете. Заруба получилась действительно очень эпидентно. Парни живи довольно ровно. Тут срогу что-либо? Ну нельзя, да, я знаю, но я типа бэкстейдж. Тут, конечно, круто, ребят, что дают халявный кофе. Вон сзади автомат, берешь сколько хочешь, это круто. Это самое лучшее, что тут есть. И вот это тоже. Какое тебе больше нравится, Макс? Красное. Красное, а у меня синее. Не знаю, почему. Мне синее больше нравится. Наверное, ничего не слышно было. Вортекс еще не закончился, но я иду на сходочку. Уже скоро 4 часа. Сейчас посмотрим, сколько народу придет. Сделаем крутую зарубу. Будет жестко, не переключайтесь. У нас такие толпы не увидишь в Эстонии. Тут просто стадо такое. Жестко. Ребят, пришли, короче, все, ребятки еще, подписчики, но должны еще прийти. И вот, смотрите, флажок четкий. Сколько держишь максимум? 20. Давай, давай, держи, держи. Огонь. Ну, 8 давай, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, будем считать, что 20. Я поздно начал считать, да? Такое дело, что мы тут закончили вот это все дело, как сказать. Но потом мы начали другое дело. Дело-дело, значит. И пацаны уже фигарят полтора часа тут. Честное слово. Сейчас сториз покажу. И то я начал сториз снимать 20 минут спустя. Друзья, мы уже тут прям. Чтобы вы понимали, они уже около 30 минут долго тут. Короче, 36 минут назад была снята первая сториз, хотя они уже очень долго делали отжимания. Короче, примерно больше часа. Не знаю, час 10, час 20, может быть так где-то. Это просто жесть. Они сделали в сумме примерно, наверное, 600 отжиманий, может больше. Представляете, час 10, час 15, я не знаю. Но больше часа 100% отжимаются. Какие-то монстры просто. Спустя еще 20 минут мы тут уже пофоткали все. Слово, Метя, они наделись уже. Блин, они наделись, да? Да это капец какой-то. Сколько по времени примерно прошло? Час 20, да, по-любому уже? Примерно так, да. Это капец. Сейчас в фотошоп. Ну да, люди подумают, что мы придумываем. Но, блин. Как они наделись, блядь? Они попали на листах и сначала начинали ванить. Нет, с надеть, помогли мне. А пот хоть есть? Ты уже весь памп ушел. А он было, потом ушел. Было, потом ушел. Они тут перерывчик сделали 30 минут просто, да? Мне кажется, они до утра будут фигарить. Давайте, может, на раз, два, три просто вместе отжиматься, и кто первый сдохнет, тот... Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать. Пятнадцать. Аааааааааааааааааау! Нифига он машина! Блин, просто красавчик! Ааа, блин... Пицец он дикий! Просто лютейшие пацаны! Просто респект! Это просто бомба! Подписывайтесь на них, я прям на них ссылку оставлю в описании. Эти пацаны просто бомба. Полтора часа. Спасибо. Смотрите, памп какой, просто дичь. Короче, я тут хостел снял и уже очень жестко пожалел, что я его снял, потому что это какая-то помойка. Серьезно. Вот это хостел, короче. 13 евро стоит. На картинках это все выглядит абсолютно по-другому, но в реале это говно. А сейчас с пацанами вот идем похавать. Пришли мы в Токио-сити, нас не пустили, потому что вот у братишки, короче, спортивная одежда, говорят, фейс-контроль не пройдешь. Пришли в Мулу какую-то вот, непонятную. Сюда нас пустили, и это уже хорошо. Сейчас будем кушать суши и чаеху пить. Вот эти очень вкусные, я не знаю, как они называются. Сугарем. Сугарем? Угу. Но они топовые. Гуляем по ночному Питеру. Приехали тут встретиться с Дэном Саратовым, Кузей и другими ребятами. Потусили с Димоном, с Дэнчиком, там Колян еще был, Максим Шеврыгин. Вот. Короче, уже поздно. 12 часов ночи. Пошел-ка я спать, потому что спал всего лишь 3 часа сегодня. Надо спать. Пойду в свой бомжатник. Покажу вам сейчас номер свой. Блин, этот писец, нафига я его снял? Короче, вот куда я поселился, блин. Вот такая вот комната. Короче, похоже на бомжатник какой-то. Серьезно. Вот так вот получается. Стоит такая комната 13 евро в сутки, короче. Это 940 рублей. Песец. Ну, в принципе, мне вот поспать я пришел, да я сейчас посплю там 6 часов, 7. И уже свалил отсюда, поэтому мне пофиг вообще. Нет вообще никакого смысла брать дорогущий номер, если ты тупо поспать здесь хочешь и все. Тем более на одну ночь. Все, спокойной ночи, если вы смотрите этот ролик вечером, если утром либо днем, хорошего дня. Я пошел спать, что-то вырубает вообще. Уже утро, приехал посмотреть на Казанский собор. Полиция сейчас остановила, короче, вон сзади стоят там. Ехал в Исааковский собор. Они меня что-то остановили, видимо, эстонские номера видят. Вот. Ну ладно, отпустили. Ну а я что, я не пью, не курю. Они такие, подуй, я подул. Ладно, поехали дальше. А это Исааковский собор. Будет у меня коллекция соборов. Все, короче, наверное, поехал я домой. Витя Блоду позвонил два раза, он не отвечает. Видимо, не хочет снимать, я не знаю. Поэтому погнал я домой. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока.